Но накануне по всей стране прошла «Библия-ночь-2014». Самой активной участией в акции приняли и библиотеки города Кирова. Наша съемочная группа побывала в книгохранилище «Неразгаданные тайны» и раскрыла секрет времени культуры. Такое приветствие мало кого оставит равнодушным. Так и год культуры задержался в эту ночь в библиотеке имени Грина. Он сразу увлек кировчан историческими костюмами, музыкой и танцами. С началом библия ночи подул и весенний ветерок. На фольклорном празднике дети играли в старинную вятскую игру, в которой они смогли проверить себя на быстроту реакции. В другой творческой лаборатории под руководством художника Анатолия Белика юное поколение училось рисовать и делать яркие аппликации. Здесь главное четко представлять, как будет выглядеть будущий сказочный герой. А без знания русской народной сказки это невозможно. У Александры самая любимая сказка «Василиса прекрасная», поэтому ей не составило труда спора взяться за работу. Возможно, что и кого-то из несведущих ребят творческое задание подстегнуло сесть за сказку «Красивый жизненный учебник, который учит нас правде жизни». Ну а потом, кто знает, и за столик начинающего писателя. Кстати, такой в библиотеке имени Грина тоже имелся и пользовался большой популярностью. Здесь можно было поиграть в детей 18 века, научиться чистописанию, в том числе пользоваться перьевой ручкой. Теперь Игнат Гребенев уверен, что ей гораздо удобнее писать, чем Шариковой. Он так увлекся, что сочинил письмо любимому литературному герою – Карлсону. «Пролетай ко мне в гости и ответь мне на несколько вопросов. Как правильно готовить варенье? Как ты нашел пропелли? Когда у тебя день рождения?» «Ты потом куда это было? Сохранишь или нет?» «Да, сохраню. Дома положу. Свою блокноту». «Слушай, больше надеется, что Карлсон исполнит свои мечты». Причем на каждой из площадок кировчане зарабатывали так называемые библионики. А самых активных и любопытных, которые заработали 40 библиоников, ждал главный приз – путешествие в подземные коридоры библиотеки, которой больше 200 лет. В прошлом году кировчане искали клад, а в этом году их ждали тайные загадки, кошмары, таящиеся по углам, узники, вампиры, привидения, гремящие цепями. И даже тайная комната, которая замурована. В нее невозможно попасть, но вдруг кто-нибудь все-таки найдет в нее вход. А вот библиотека имени Пушкина стала проводником во времени, где для жителей города открылись временные площадки. Время интересных фильмов, живое, книжное время, стильное время. И, конечно, в эту ночь пришло время мастерить. Например, в технике бумагопластика, которая охватывает огромное количество поделок, ручной работы, в том числе бумажный тоннель. Вот что он из себя представляет. То есть это мы с вами открываем такую коробочку, и у нас возникает 3D-картина. То есть когда у нас есть фон, есть какие-то второстепенности, детали, главные детали, у нас получается вот такая 3D-картина. Плюс, если мы сюда добавим объем, то у нас с вами вообще получится очень интересная сказка. А если сюда снизу еще добавить подсветку, тогда у нас получается даже такое очень интересное интерьерное украшение. Причем такие тоннели могут делать как взрослые, так и дети. Также взрослые и маленькие посетители библиотеки имени Пушкина воплощали в жизни самые смелые песочные фантазии. Участвовали в сказкотерапии, создавали букеты, игрушки, фантазийные рисунки. Все очень понравилось, все хорошо организовано. Мы записались в детский отдел, взяли несколько книжек детям. Очень хорошо все. Таким образом, Библионочь превратилась в большой эксперимент, игру в новые форматы. Только в эту ночь расстояние стало неважно. Всех объединила любовь к литературе и книге. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область.